Мемориал в Салманово был открыт год назад по инициативе главы района Андрея Иванова и депутата районного совета Вячеслава Киреева. Живые камни памяти и скорби посвящены невернувшимся с поля боя землякам, труженикам тыла и всем защитникам русской земли. Великая Отечественная война закончилась давно, прошло 73 года, это уже огромный срок. Сменились поколения, утихла боль, но мы каждый год вместе с вами в эти дни приходим на мемориальные комплексы для того, чтобы напомнить друг другу о той беде, которая когда-то случилась. Чтобы напомнить друг другу о том горе, о том ужасе, через который прошли наши деды и прадеды. Если бы не подвиг наших предков, сегодняшние поколения просто не появились бы на свет. Если бы мы не победили фашистов, история пошла бы по совершенно другому, страшному пути. Так сложилось, так посчитала история и злой гений, что мы должны были вынести это испытание и освободить весь мир от коричневой чумы фашизма. Огромной кровью и потерями нам досталась победа. На коалицию Гитлера, фашистскую коалицию, работала вся Европа. Высококвалифицированные рабочие, заводы, фабрики. Мы же в этот период, начальный период времени, ну представьте себе фронт от Баренцев до Черного моря. Три группы армий, север, центр, юг, наступают на Советский Союз. Несмотря на тяжелейшие потери, мы выстояли, разбили захватчиков на своей территории и спустя 4 года, в мае 45-го, добили фашистов уже в Берлине. Для деревни Салманово наша победа стоила жизни 10 земляков. Участники торжества возложили к мемориалу цветы. Курсанты Голицынского пограничного училища отсулютовали погибшим героям. Да, на Большом Камне перечислено 10 человек, жителей этой деревни. Но здесь этот мемориал создан в честь всех ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, всех воинов погибших, защищавших Россию в веках. Мой отец воевал, слава Богу, с ранениями, но пришел с войны, жил, восстанавливал страну, ну вот жили, как все после войны, с радостью и гордостью. Я, честно, я гордился отцом и видел, что они гордятся, что они победители. По словам Вячеслава Киреева, возможно, мемориал в Салманово станет одним из памятников районного значения. Уже сегодня сюда приходят и приезжают люди не только из Жаворонковского поселения. Сегодня Россия, она живет под мирным небом, армия сильна, и спасибо тем ветеранам, которые сегодня с нами, которые завоевали эту победу и которые, я думаю, что в душе радуются тому, что сегодня мирно над головой, что дети растут, учатся, занимаются спортом. Торжественное мероприятие сопровождал концерт агитбригады Молодежного театра «Крылья». Конечно, программа выступления отличалась от той, которую артисты исполняют в День Победы. И сегодняшняя программа – это рекви. Если на 9 мая мы поем очень много веселых и праздничных песен, потому что это действительно праздник со слезами на глазах, то сегодня мы говорим о начале войны, о том, как это просто свалилось на голову людям, как узнали об этом пограничники, которые находились на границе нашей Родины, с семьями, с детьми. И бесспорно, это трагедия. Обычно о трагедиях люди стараются как можно скорее забыть, но трагедию этого дня, Дня памяти и скорби, забывать нельзя никогда. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова